Когда вы приехали в наш город и откуда? Мы приехали из Луганской области, села Макарова, два дня назад. Два дня назад. Что заставило вас приехать, это понятно, но вот расскажите, может, о тех событиях, которые там происходили. Вы же, наверное, какое-то время ждали, не решались сразу уехать. Почему конкретно решили все-таки? Ну, начнем с того, что в пятницу мы проснулись от того, что у нас начали стрелять. Испугался ребенок, испугались все. Долго думали, уезжать или не уезжать. Вы живете в частном секторе? Мы живем в поселке около Луганска, это где-то 20 километров от Луганска. Вообще все действия начались, ну, не военные действия, а группировки, которые начали образовываться. Началось все с Луганска. Ну, начались образовываться республики, так называемые ЛНР. Все это проходило, ну, не задевая мирное население. То есть мы были ущемлены только в том, что были перекрыты дороги, стояли военные. То есть менялась атмосфера, в принципе. Люди чувствовали себя некомфортно. Естественно, когда ты едешь, и люди с автоматами стоят, проверяют маршрутки. Ну, просто, в принципе, находиться в такой атмосфере было некомфортно достаточно. Но, тем не менее, у нас не было такого, что мы слышали там пули или какие-то были задействованы в военных действиях. Но вот последнее время, что заставило нас именно переехать, толкнуло на такой шаг. Это то, что мы приехали к родителям на выходные, решили отдохнуть, приехали в гости. Проснулись, вот как сестра говорит, от того, что в 5 утра мы услышали, я не знаю, с какого оружия это стреляли, но не с автоматами. Дрожали стены, дрожали окна, и все дрожало, домходером ходил. Ну, маленький ребенок, естественно, он проснулся, испугался, и сестра переживает и за себя, и за него, поэтому такая реакция. Я более спокойно сейчас это могу переносить, говорить об этом, но страх присутствовал. Тогда мы первый раз задумались о том, что действительно уже нужно что-то решать, что это не закончится все так просто. Мы как бы надеялись, что это все решится, пройдет время, люди договорятся, и как-то все это... Ну, не только мы, как думает основная, думала основная масса населения. У нас нет четкой позиции на Донбассе у людей, что, ну вот, они приняли одну сторону, то есть нет такого, что они поддерживают полностью позицию ЛНР. Люди разделяются, и в зависимости от этого они пытаются защитить свою сторону, поэтому говорят, что те, кто придерживается стороны ЛНР, что стреляла украинская армия, кто... Ну, естественно, все наоборот, кто придерживается другого. Ну, кто бы, наверное, чего не придерживался, люди находятся у себя дома и хотят оставаться в своих домах. Когда начинаются непонятные перестрелки, ну, никто толком не может объяснить вообще, что происходит. Нету конкретных, вот, там, сегодня у нас начинаются военные действия, мы идем против того-то, против того-то. Все начинается очень быстро, и ты не знаешь, кого хватать, то ли ребенка хватать, то ли ложиться, то ли что его делать. Очень мало информации из СМИ, то есть мы не знаем, мы не можем контролировать, да, у нас нет предупреждений каких-то, кроме как сирены, которые начинают звучать в тот момент, когда летают самолеты, ну, истребители. Возвращенные сирены. Да, и люди уже перестали реагировать на нее, просто адаптировались, что ли, и ходят по улицам спокойно, когда звучат эти сирены. То есть они знают, что просто пролетит самолет, и когда будет действительно какой-то ответственный момент, когда, ну, может быть, военные действия начнутся, люди просто не смогут сориентироваться. То есть их никто не проинформирует, что они должны находиться дома, они будут себе ходить на работу, потому что люди пытаются как-то заработать себе на жизнь. Ну, потому что живут в этих условиях ограничены. Есть подзвуки сирены. То есть местная власть, она никаким образом вообще не инициирует никакое информирование населения, и вы вообще... Так власти-то нет, по сути. По сути, нет, да. Никто не берет на себя, получается, функцию. Да. Говорят, что, ну, это тоже, я же не могу подтвердить это, что сейчас эти звуки сирены, они контролируются именно ЛНР. То есть, когда они вылетают на этих истребителях, там, или какие-то у них происходят воздушные операции, то есть тогда они, как бы, предупреждают население таким образом. Но больше ничего такого я не могу сказать по поводу, как обезопасить себя. Ну, среди ваших знакомых многие уже покинули свои квартиры, дома, уехали из вашего города? Даже не конкретно моих не так много, потому что, ну, люди ждут у них дома и квартиры, которые они не хотят оставлять. У них там свой бизнес был у некоторых. У некоторых, вот, у меня много студентов знакомых, то есть люди планировали поступать в вузы. Они в совершенно потерянном состоянии, потому что они не знают, к кому им обратиться, куда им теперь поступать, как им себя вести, потому что примут их или не примут. Они, некоторые, не могут получить дипломы. То есть они защищались в такой атмосфере тоже, когда вот в поселке Макарова, допустим, военные действия какие-то происходят, да, а в Луганске люди сидят в институтах, защищают дипломы. Получить дипломы они тоже не могут. То есть вот у меня есть знакомая, которая сидит дома, она говорит, а куда я поеду? Потому что приеду я, вот, допустим, в Киев. Я бы хотела устроиться, но у меня на руках даже диплома нет. Я не могу никак себя обеспечивать. То есть у них положение очень сопротивленное. Они бы, может быть, и рады куда-то поехать, но тоже не могут. У некоторых нет возможности совершенно выехать. У некоторых больные родители, старые, они не могут их оставить. Некоторые боятся также за свой бизнес. Пытаются же как-то подстроиться под новую власть, под людей, которые пришли к власти. Ну, среди моих немного. То, что вы приехали в Южный, это какая-то была уже заранее... Ну, вы знали о существовании нашего города? У вас здесь сводки какие-то есть? Что вообще? Это лучше рассказывать сестра, она здесь. Ну, я здесь раньше жила, по-моему, 3 года назад. Потом мы переехали в Луганск. Ну, так получилось, что мы с мужем развелись. Ну, что сам вообще из Южного. И поэтому, ну, когда стал выбор, куда ехать, понятно, что мы... Ну, был выбор либо ехать в Россию, там были тоже непонятные условия. У нас есть там родственники, можно было выехать в Россию, и нам легче там выехать через границу, мы совсем близко. Либо ехать в Одессу. Понятно, что, как бы, ну, так как мы находимся на Украине, наверное, и хочется на Украине остаться, и не хочется покидать свои дома. И неизвестно, как нас в России примут. Поэтому, ну, как бы уже бывший, небывший муж, пришлось приехать. То есть вы сейчас живете на квартире у него или у его родственников? Ну, его родственников у нас приняли, там, мы все, все большой дружной семьей живем. Ну, понятно, что это ненадолго. Хорошо. То есть вам сейчас необходимо найти жилье. На какие условия вы можете оплатить, не можете? В какой вы ситуации находитесь? Потому что очень сложно понять, насколько, как бы, ну, вот по такому... Ну, конечно, понятно, что я приехала, я не работаю. Ну, как бы, я понимаю, что я не буду ни у кого сидеть на шее. У меня есть ребенок, которого я должна поднимать, ставить на ноги. Как бы, ну, понятно, что первый вопрос – это садик. Если мне помогают садиком, то у меня разгазаны руки, я могу идти искать работу. Ну, если есть работа относительно, есть какой-то заработок. Я не знаю сейчас, какие там заработки здесь в Южном. Смогу ли я снимать квартиру и какие-то цены тоже. Ну, пока что я не понимаю вот этот вот уровень. Смогу ли я прожить с ребенком, если я буду снимать квартиру. Там дома вы оставили квартиру, какие вы работали где? Вот немножко об этом расскажите, что там осталось. Я работала в ателье, жили у родителей вот в доме загородном. Угу. Ну, ребенок ходил в садик. Угу. То есть вы закройщик, да? Да, закройщик, чьи я там в трюк, да. Угу. Я хорошо по пошиву делаю. Ну, это здорово. А ваша сестра журналист, как я понимаю, да? А где вы работали? У меня степень бакалавр, поэтому я не работала еще в теле журналистики, да. Что вам необходимо, потому что люди у нас такие отзывчивые, они там думают, может, нужны какие-то вещи. Вы приехали вот так вот просто в торопях, вы ничего не собрали, либо все-таки вы как-то смогли немножко так... Нет, мы рассчитывали на то, что за один-два дня это ничего не решится, как бы взяли там часть теплых вещей, чтобы можно, как бы погода меняется, там в плане осенних вещей. Ну, понятно, что собирались и летние, и, допустим, осенние, и зимние мы не брали. Родители остались, они не могут бросить дом, потому что, понятно, что папа на пенсии, мама там, ну, вложила свои силы в дом, в огород, они не понимают, куда им дальше ехать. Если мы еще можем устроиться на работу, на такую, их никто на работу не возьмет, и чем они будут жить, тоже не помню. Самые такие вот драматичные события, с какого по какое у вас, ну, на вашей территории именно начались? Сколько вы уже находились в этой вот состоянии тревоги, страха в этом военном, в общем, процессе? Ну, вообще, как только захватили СБУ у нас, конечно, было так страшно, потому что люди с оружием начали ходить по улицам. Потом как-то, ну, полтора месяца мы это воспринимали уже как так и надо, значит, все нормально. Ну, меня коснулось это, наверное, две недели назад, когда, ну, у нас объявили воздушную сирену, и мне пришлось ехать за ребенком, и в сад, он был в саду, это было днем, объявили воздушную сирену, и пришлось быстро бросать все и ехать за ребенком. Она оправдала себя, эта сирена? Была бомбежка, ничего не было, да? Да, ничего не было, просто мне очень тяжело ребенку объяснять, что происходит, почему стреляют, и, ну, почему они должны прятаться. Детские сады работали в этот период, и как вы вообще отдавали детей в сад, я вообще не представляю. Ну, нам надо как-то жить, мы идем на работу, со страхом мы отдавали детей. На садик, куда ходил ваш ребенок, не было никаких поползновений, ни с какой стороны, ничего? Нет, не было, ну, просто страшно, что... Это страх неизвестности, ты идешь на работу, ты не знаешь, доедешь ты с работы, во сколько тебя отпустят. Я нахожусь в одном конце города, ребенок находится в другом конце города, я должна ехать через центр, где находятся вооруженные люди, я не знаю, доеду я или нет, были случаи, когда люди заходили в маршрутки, ну, это никуда не выносится эта информация, ну, просто были такие случаи, что у людей там золото снимали, кто это сделал, никто не знает, никто этого не расследует, потому что милиции в городе нет. Она поначалу была, потом она куда-то исчезла, да, там какие-то службы... Ну, на территории города работают службы, там идет уборка, люди там дороги устроят. То есть коммунальные службы работают, да, все люди ходят на работу. А городская власть... Мы не можем понять, кто управляет нашим властью. Да, я понимаю, что захвачена власть была, но представители ЛНР, они засели в вашем исполкоме городском, или на вашем местном уровне? Мы даже не понимаем, кто там, кто сидит и кто управляет. Периодически они выступают со своими предложениями на СМИ, я думаю. У вас есть местная СМИ, да, какой-то? Нет, я имею в виду... Ну да, хотя я видела это на местных телеканалах, я не уверена, что, возможно, у вас этого информации не было. Нет, местные телеканалы, они тоже захвачены. Нет, мы знаем, да, что они захватывают телеканалы, просто я думаю, именно относительно вашего города, что он как там. Я видела, но это на областных, когда выступали лидеры, да. Ну, это ЛКТ, я могу назвать, ЛКТ, Ирта, Илот у нас есть телеканалы. Но конкретно на каком, я вам не скажу сейчас, где это. Ну, вообще лидеры выступают, да, конечно, какими-то словами. Каждый раз приходишь на работу с утра, с утра начинается. Слава Богу, что мы сегодня живы до утра. Да, и обсуждение того, что какая же информация действительно правильная. Начинаем обсуждать то, что кто прочитал в интернете, кто посмотрел по телевизору, потому что освещается у нас две стороны. У нас русский и украинский канал. Очень часто информация не совпадает, а ролики одни и те же. И непонятно, кому верить. И уже когда мы обсудили ситуацию, вот там, допустим, в рабочем коллективе, мы приходим какие-то там... Проанализировав, можете составить картину. Проанализировав, да, уже составляем для себя общую картину. Потому что, ну, единой точки зрения ни у кого нет. Хорошо. Насколько вы приблизительно представляете себе, что вы сюда приехали? Ну, до конца лета там, ну, останется. Что вы вообще представляете себе дальше в будущем? Ну, понятно, что хочется вернуться домой там, где мы и жили. Ну, если не будет такой возможности, если будут здесь более-менее условия, я понимаю, что у меня ребенок. И, ну, если здесь условия будут отключаться от тех условий, которые предоставят там нам, если там закончатся военные действия, неизвестно, что там будет. То понятно, что мы будем выбирать то, что лучше для ребенка. Потому что, ну, он на первом месте. Вы обратились сегодня в исполком, насколько мне известно. А что вам там сказали, чем помогли, и какие перспективы у вас строят в сад, чем-то помогут с работой, как почувствуют? Ну, по поводу работы, вот я... И вы знаете, как бы у меня проще вопрос, я шью, как бы, там в любом городе можно найти работу. В плане садика сказали, что помогут, устроят. Как бы у нас такой лоскар, что действительно можно устроиться в садике. Ну, а в плане жилья, как бы, ну, пока мы у родственников живем, ну, понятно, что это пока. Что дальше будет. Если будут какие-то предложения, мы будем рассматривать на каких условиях их видно. Те, которые уже... Я могу сказать еще по поводу молодых людей, которые пытаются выехать как-то. Люди в основном пытаются тоже как-то себя обеспечить, то есть они хотят реализовать себя хоть в какой-то сфере. Они пытаются выехать в Киев, в Москву, в большие города. Да, потому что надеются все-таки, что там можно как-то зацепиться. С другой стороны, этот поток людей, которые пугают, их пугает. Тоже с Крыма, как сначала был первый поток переселенцев, потом с Донбасса начали подтягиваться люди. И вот мои знакомые, они теряются, куда им все-таки лучше поехать. Выехать в Россию или выехать в Украину, где они не знают, смогут ли они где-то найти себе уже место в этих городах или нет. Примут ли их там или нет. Готовы ли их принять вот насчет студентов, да, в какие-то вузы. Нет информации никакой совершенно. Люди потерянные, дезинформированные, в общем. Ну, на самом деле, когда выезжали, был такой вопрос. Мы не придерживаемся ни той стороны, ни той стороны. То есть нет такого, что мы там против кого-то. Мы просто хотим жить так, как мы и жили. И перед тем, как выехать сюда, я вот думала. Как нас там примут с такой точки зрения, да. Потому что очень обидно, что, ну, проезжаешь и смотришь, стоят обычные ребята там молодые. Потому что, ну, с одной же другой стороны, я их просто жалко.